Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минско-городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили более 440 пожаров и загораний, на которых погибли 7 человек. Еще 15 пострадали. Минск чрезвычайный. Сообщение о пожаре на станции техобслуживания по улице Ефросиньи Полоцкой поступило спасателям в минувшую пятницу. Огонь был оперативно потушен, но успел повредить имущество на площади в 3 метра квадратных. Пострадали также блок фара и лакокрасочное покрытие крыла легкового автомобиля «Опель». Закопчен гараж. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И еще об одном похожем пожаре, но уже из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В боксе гаражного кооператива на улице машиностроителей загорелось зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. В здании сработала пожарная сигнализация. Подоспевшие вовремя пожарные помогли справиться с огнем. В результате этого ЧП было повреждено имущество в боксе и припаркованный внутри микроавтобус «Вольфцваген». Чтобы не допустить подобных происшествий, МЧС напоминает. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и не перегружайте электрическую сеть. Пользуйтесь только исправными розетками, выключателями и другим электрооборудованием. О пожаре в квартире на улице Калиновского на 101 сообщили соседи. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении 68-летней знакомой хозяйки загорелось имущество в кухне. К счастью, никто не пострадал. А об этих пожарах в МЧС узнали от работников скорой помощи. В воскресенье вечером 90-летний дедушка в своей квартире на улице Черевяково готовил еду. Но в какой-то момент огонь из конфорки перебросился на одежду пенсионера. С ожогами 35% тела он был госпитализирован. Спустя сутки при аналогичных обстоятельствах ожоги 20% тела получила и 64-летняя хозяйка в квартире по проспекту газеты «Звезда». На ней также загорелась одежда. К таким печальным последствиям привело неосторожное обращение с газовым оборудованием. Только во втором случае хозяйка находилась еще и в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не допустить подобных происшествий, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не рискуйте собой и своим имуществом. Присоединяйтесь к акции «День безопасности. Внимание всем», которая проходит в эти дни по всей республике. И слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.